Факт номер один. Один из самых известных революционеров 19 века Джузеппе Гарибальди проставился также и благодаря своей красной рубашке, которая стала униформой и дала название для его добровольческих отрядов краснорубашечников. Согласно одной из главных версий, красный цвет для своей рубашки Гарибальди выбрал неспроста, а потому что на такой рубашке не было видно пятен крови. Вероятно, предполагалось, что когда солдат видит кровь на себе или на своем товарище, он перестает сражаться и начнет уходить в тыл за медицинской помощью. А Гарибальди хотел, чтобы его солдаты продолжали сражаться несмотря ни на что, пока они буквально не упадут замертво. И ровно такой же логикой пользовался популярный персонаж из комиксов и фильмов Марвел Дэдпул. Кстати, в фильме Дэдпул шутил, что парень в коричневых штанах понял логику подбора одежды и, нужно сказать, Гитлер, по-видимому, тоже был в теме. Факт номер 2 Факт номер 2 Факт номер 2 Кто такие девушки-коднорейки и почему их так называли? Несмотря на легкомысленный и даже какой-то слегка неприличный вид, понятие за словосочетанием скрывается довольно драматичное. Так называли женщины, работавших на заводах по изготовлению тротила и оружейных фабриках типа Королевского Арсенала в период с 1914 по 1918 года. Розвище возникло из-за того, что от комбинированного воздействия токсичного тротила и солнечного света человеческая кожа приобретает оранжево-желтый оттенок, напоминающий цвет оперения канарейки. Помимо этого, женщины сталкивались и с множеством других проблем со здоровьем, и все ради того, чтобы обеспечить Британии победу в Первой мировой войне. Факт номер 4 Железный Будда – это самые тяжеловооруженные воины, которые когда-либо существовали на Дальнем Востоке. Так называли элитное кавалерийское формирование династии Дзинь. Их также иногда называют кавалеристами Железной Пагоды и сравнивают с Катафрактариями и Клибонариями, поскольку они также были закованы в доспехи с ног до головы, и защищенными оставались только глаза и кисти рук. Самое поразительное, что эти всадники были задействованы в невероятно больших отрядах, обычно от 3 до 6 тысяч человек, что не идет ни в какое сравнение с западными рыцарями, которые редко когда-либо собирались в отряды более сотни человек. Даже самочисленность этого отряда была больше, чем большинство средневековых европейских армий. А армия Империи Сун, с которой сражались Железные Будды, благодаря этому противостоянию выработала настолько эффективную антикавалерийскую тактику, что смогла позднее сдерживать натиск монголов на протяжении 50 лет. Факт номер 5 Вы только посмотрите на эти кадры. Дети ездят на ходовых моделях Т-34, Т-55 и Су-100. Это так называемая пионерская танковая бригада. Молодежная военно-патриотическая организация, существовавшая в ГДР в 1960-70-х годах. Модели были выполнены на базе легкового автомобиля Трабант 601, от которого без изменений взяли двигатель на 26 лошадиных сил, трансмиссию, подвески и ряд других деталей. Готовые модели могли двигаться со скоростью 15 км в час и совершать различные маневры. Благодаря данным моделям немецкие пионеры могли одновременно воспитываться в патриотическом духе и привыкать к военной технике, изучать как она работает. Они участвовали в молодежных военно-патриотических играх наподобие Зорницы, а однажды даже приняли участие в военном параде в столице ГДР – Берлине. Факт номер 6 Однажды в одной группе филиппинских любителей военной истории было выложено вот это изображение с подписью «Филиппинский солдат на испанской службе в 1862 году». В то время филиппины находились под колониальным управлением Испании и часть местного населения служила в колониальной армии. Как вы думаете, какой комментарий к этому изображению был первым? «Чёртовы оккупанты пожалели даже обувь выдать нашим солдатам!» Последующие комментаторы продолжали этот порыв и всячески выражали свою ненависть к испанцам, которые заставляли филиппинских солдат бегать босиком. Но вскоре в комментарий пришел человек, чуть более подробно разбирающийся в вопросе, и доходчиво объяснил, что испанцы выдавали местным солдатам обувь, но те сами отказывались ее носить, потому что босиком было просто привычнее и удобнее. Что интересно, подобные ситуации можно встретить во многих постколониальных странах. Факт номер 7 Вы не поверите, но демократия в Афинах появилась только после того, как у греческих щитов появилась вторая рукоять. До 8 века до нашей эры греческие щиты имели только одну рукоять, из-за чего их было очень трудно удерживать. Как следствие, они были небольшого размера и едва ли прикрывали тело воина. Из-за этого пехотинцы, которых набирали из простых граждан, значительно уступали по боевым качествам кавалерии или колесницам, которые могли себе позволить только зажиточные вельможи и цари. Но когда была изобретена вторая рукоять, благодаря чему щит стал значительно шире и мог практически полностью защищать тело воина, и вследствие этого появился строй, знаменитая фаланга, колесницы потеряли свою актуальность, и царская власть канула в лету. Греки начали путь к демократии, где власть принадлежала тем самым простым гражданам-пехотинцам, которые теперь стали главной боевой силой на поле боя. Продолжение следует... Продолжение следует...